Ваша задача настолько проработать себя, чтобы выйти из-под влияния всех гороскопов. В гороскопах, смотрите, что вы берете, если вы вникаете в эти темы, то берите в них сильные ваши стороны, не концентрируйтесь на слабых, допустим, раки, они впечатлительные, да, Ириша там писала, убирайте все слабое. Вот что я извлекла полезного? Я несколько лет изучала эту тему, очень глубоко гороскопы. И я поняла, что мне полезно. Мне полезно взять оттуда вот то, что есть позитивное. Причем, если вы понимаете немножко в гороскопах, да, есть влияние не одной планеты, как у нас многие утрированы. Вот я телес, там, я рак, я козерог и так далее и тому подобное. Вы родились. На вас, когда в момент рождения вашего влияло 9 планет, они давали вам свое какие-то, у них свое какое-то влияние на вас произошло, на вашу личность, когда вы рождались. Минуты, секунды, там все очень важно, да, где вы, когда вы, какой широте, долготе и так далее. Ну, очень сложный этот вопрос. 9 планет. В этой планете, эта планета у вас в Скорпионе, эта в гороскопе, Венера у вас в Тельце и так далее и тому подобное. А вы судите по какой-то маленькой характеристике, вот у меня солнце, все судят по солнцу в своем знаке. Настолько все индивидуально, мы такие все тонкие, поэтому берете только то, что может быть вам полезно. Вообще в жизни научитесь брать только то, что вам полезно. Вот чувствуете, что вам это полезно, идете в это направление. Не полезно, отбрасывайте все теории. Все теории, вот уж я даже вам рассказываю, если вам это не полезно, отбрасывайте. Только то, что вы чувствуете, хочет ваша душа. Не привязывайте себя ни к чему.